Ребята, всем привет! На фоне приближающихся выборов тут встал вопрос, а сколько обходится депутат парламента для нас как налогоплательщиков? Оказывается, 92 миллиона тенге в год тратят на одного депутата. Это не только его зарплата, но и его обеспечивают помощниками, плюс машина, личный шофер. И теперь вопрос, а нужен ли нам такой депутат, который так дорого нам обходится. Тем более депутат, который нами не выбран, а назначен. Еще информация. Оказывается, партии, которые прошли в парламент, содержатся за счет госбюджета. Только партия Нуратан за этот год получила около 8 миллиардов тенге. Ну и КНПК партия, тоже провластная, типа коммунистическая, она получила около 700 миллионов. И партия Акжол, партия бизнеса, партия Машкевича и других, так называемых, представителей бизнеса крупного и среднего. Так вот, они тоже, эта партия получила 700 миллионов тенге в этом году на содержание. И эти партии, и эти депутаты содержатся за счет нас. Вот от сердца могу сказать, да, за что? За что им такие деньги, такие огромные траты? Их надо к чертовой матери разогнать. Нам не нужны такие депутаты, которые не выбранные народом. И вот этот вопрос особенно встает остро накануне выборов, которые вот скоро, через полтора месяца, десятого. Нужны ли нам такие партии? Партии, которые ничего не делают. Особенно партия Нур-Атан. Что это за партия? Это партия власти. Сколько лет этой власти, которая сидит безвылазно? Тридцать лет. Когда вы будете голосовать за эту партию, это не все равно, что голосовать за продление этой власти, продление ее существования. Кто-то, наверное, скажет, ну вот, надо голосовать за партию Нур-Атан, поскольку эти хоть типа наворовались, а другие придут и заново начнут. Что за примитивное рассуждение, подход? Нет, деньги они как соль, их много никогда не бывает. Чем больше пьешь, употребляешь соленую воду, чем больше хочется пить. Сегодня миллионы, завтра сотни, послезавтра миллиарды и всегда мало. У них там гонка, кто богаче. И когда вы говорите о том, что эти нажрались, пускай хоть какая-то стабильность, а другие придут, начнут заново воровать. Это неправильный подход и позиция. Вернемся к нашим дорогостоящим депутатам. Мы как работодатель, народ их как бы нанимаем. Но это в демократических странах нанимают путем честных выборов. А у нас их назначает узурпатор. Узурпатор кто у нас? Вот эта власть, которая 30 лет сидит, не меняется. Ну, видимо, создает вид, что меняется через выборы, которые она проводит. Которые, ну, не особо-то и честные. И теперь вот 10 числа мы должны прийти к своим избирательным участкам и отдать свой голос. И очень большое разочарование, неверие людей вообще к выборам. С этой точки зрения можно, конечно, понять всех нас. Нас постоянно обманывают. Проходят какие-то непонятные люди, получают огромные зарплаты. Непонятные какие-то партии проходят, получают огромные госфинансирования. А в итоге какие законы на выходе? Какие законы? И сами депутаты какие? Молчаливые законы, по которым жить аж становится страшно. И они идут в разрез Конституции РК. Это вот все наши депутаты нашей партии. Теперь у нас, конечно, разочарование. А зачем нам идти? Тем более выбора нет. Власть нам не наставила никакого выбора. Но выбор всегда есть. Да, скудный, но он есть. И надо идти и голосовать за любую партию, кроме как партии Нур-Атан. Это я еще раз повторяю и буду повторять. Использовать строку другой партии, как голосование против партии Нур-Атан. Это точка. Ну а чтобы голос не украли, его надо контролировать. И значит, помимо того, что мы идем голосовать, мы идем еще и записываемся в наблюдатели. В народные наблюдатели. И в день голосования идем на свои избирательные участки с мандатами наблюдателя. И наблюдаем, чтобы выборы были честные. На этих выборах мы не просто должны защитить свой голос. Как бы эта сторона не звучала, мы должны защитить наших бюджетников. Вы же знаете сами, из чего формируются избирательные комиссии. Из бюджетников это в основном учителя, медики. И что они там делают, как они считают, все мы знаем. Ну кто их ставит вот в эту унизительную позицию, используя их зависимости. Используя их положение, но их положение, они как бы как бодраки политические при власти. И вот их используют, дают, используя их зависимость. И они делают на этих выборах, считая так, как им скажет власть. Так вот, наша задача еще и защитить эти комиссии. Вы понимаете, когда на избирательном участке будут сидеть независимые наблюдатели, которые будут знать законы, в частности, как вести мониторинг, наблюдение, где могут быть нарушения, если где нарушения, эти наблюдатели начинают поправлять эту комиссию избирательную. И когда сидят такие независимые наблюдатели, сильные, то кленам избирательной комиссии легче. Знаете, почему легче? Потому что у них есть всегда повод оправдаться. Мы не можем делать эти выборы так, как вы говорите, власть сверху спускает им. У нас наблюдатели сидят. Мы не можем, мы не можем, мы не можем не так считать. Они же прям над душой устоят, эти наблюдатели. Чуть что, сразу акты выписывают. У них видео они фиксируют, снимают все, выкладывают в социальные сети, фейсбук, ютюб. Мы не можем. И у них есть уже оправдание перед вышестоящими. Ну, не нарушать выборное законодательство, а считать и, в общем, вести выборы таким образом, чтобы они соответствовали закону. И таким образом мы защищаем, мы как независимый наблюдатель, который идут наблюдать, мы как бы еще защищаем этих наших бедных учителей, которых поставили в такое положение. А вот кто-то говорит, что как они нас могут учить, учить наших детей, такие учителя, которые вот в этих делах участвуют. Да, вопрос справедливый, конечно. Вопрос справедливый. Но, с другой стороны, они зависимые. Они зависимые. И, чтобы поднять свой голос возмущения, должна быть поддержка. Должна быть поддержка. Если этой поддержки они не чувствуют, они просто склоняются. Просто склоняются. Основная, можно сказать, линия на этих выборах, это прежде всего добиться, чтобы выборы были честными. Проконтролируйте эти выборы. Имейте в виду, никто не спустит. И никогда вам, что выборы, ну вот, так взялись и честные проводятся. Да нет. Честность там, где есть контроль. А контроль могут осуществлять только наблюдатели. Наблюдатели, по закону о выборах, у них есть все возможности, все механизмы, почти для того, чтобы упреждать все эти нарушения. И имейте в виду, вот кто-то говорит, что, ну, что толку, что наблюдатели там сидят, выявляют нарушения, ну, выявили, что, вот они особенно ссылаются на 19-й год, когда Касанов проиграл, и типа проиграл, но он выиграл. И что из этого. Вот. Суды, да, некоторые наблюдатели пошли в суды, чтобы оспаривать решение. Но суды отвернулись, приняли неправосудные решения, принимали. Но смотрите, ведь главный, главный судья, кто? Главный судья – это народ. Вот. Вот это главный. Народ – это источник власти. И когда наблюдатели выкладывают в социальные сети видео доказательства, акты о нарушениях, реальные протоколы о результатах голосования с живой печатью, и общество это видит, общество судит уже об этих выборах. Общество, народ, самый главный судья, не тот судья от власти, который сидит там в теплом кабинете и от имени как бы государства, но на самом деле от имени чиновника вершит так называемое правосудие. И когда говорят, что судья защищает интересы власти, но имейте в виду, что защищать интересы власти это не значит защищать интересы государства, равно как защищать интересы государства, это не значит защищать интересы Власти это две раздельные вещи. Так вот эти судьи они защищают интересы не государства, а власти, которая их туда назначила. Поэтому можно утверждать, да, все заявления, иски, которые подавали суды на нарушение выборного законодательства в ходе тех выборов, предыдущих выборов, судами отклонялись. Потому что суды они не государственные, они чиновничьи, вот и все. Но они не авторитет сейчас в глазах общества. В глазах общества авторитет это источник власти, это народ. И вот народ, когда видит, исходя из того, что выкладывают наблюдатели, говорят протоколы, они уже складывают свою картину, кто все-таки победил. И если они видят, что власть опять прокатила, общество, народ, тогда народ уже сам принимает решение, что делать, как быть. В суды обращаться? Суды не работают. Мы же знаем, в прокуратуру это власть. Ну вот, и тогда у народа перед глазами стоит выбор, как заставить власть считаться с нашими голосами. Как? И тут уже, конечно, власть сама толкает людей на акции протеста, митинги своими незаконными действиями. Ну вот, и теперь ворачиваемся к партии Нур-Атан, которая сидит за счет наших налогов. Около 8 миллиардов тенге получила. Вот как сейчас идет информация. Каждый его депутат от этой партии там в парламенте получает десятки миллионов тенге. Мы содержим их. Тогда, когда эти деньги могли бы пойти на социальные нужды. Многодетные материалы, выпускники детских домов, жилье. Все это могло бы туда пойти, на реальные нужды нашего общества. Я считаю, две задачи основные, которые должны стоять перед нами, как перед обществом. Да, выбора нет. Почти нет выбора. Но у нас есть выбор обнулить партию Нур-Атан. Мы идем на выборы. Голосуем за любую партию, кроме как партии Нур-Атан. Используем строку, например, партии ОСДП. Вот эту партию берем и голосуем за счет этой строки против партии Нур-Атан. И второе. Очень важное. Для того, чтобы выборы были ясны, как божий день, как они проходят, там должны сидеть наблюдатели. И мы должны не только голосовать, но и идти наблюдать в избирательной комиссии. Каждый по-своему, где он живет. Только так мы сможем вернуть себе нашу страну, наш выбор, проконтролировать его. И дать пинок под зад, чтобы отправить партию Нур-Атан в небытие. Все, до свидания. До свидания. Это будет, если мы обнулим эту партию, это будет банкротство этой партии. Это будет проигрыш. Вы что думаете? Там сидящие на самом верху, когда они будут видеть, что партия Нур-Атан, партия власти проиграла, вы знаете, что там будет? Это такое будет пораженческое настроение. Это так ударит. Там валидола не хватит. Скорой столько не хватит для того, чтобы подъехать к каждому чиновнику и оказать ему медицинскую помощь от такого стресса, что они реально проиграли. А если будут фальсификации, мы через наблюдатели, как общество, увидим. И тогда власть сама будет нести ответственность за все то, что произойдет после того, когда народ улечит в фальсификациях. Власть сама будет нести ответственность на реакцию, если народ начнет выходить на улицы. Так что они думают, что они сделали все для того, чтобы мы разочаровались, объявили бойкот. Бойкот вообще им выгоден. Бойкот им выгоден. У них расчет, я так понимаю, на такую низкую явку, чтобы их ядерный электорат пришел, бюджетники проголосовали за то, что им скажут. И таким образом они опять останутся, еще на пять лет будут нам морочить голову бойкотчиков. У бойкотчиков своя позиция. Конечно, я уважаю, но я не поддерживаю бойкотчиков. Это льют воду на мельницу этой власти. К бюджетникам я обращаюсь. Бюджетникам, дорогие бюджетники, учителя, я как живущий в Казахстане понимаю ваше положение. Вам так или иначе будут намекать, указывать, где-то давление оказывать, где-то говорить, сделать там фотографии через WhatsApp отправить в день голосования. Что-то да будет для того, чтобы как-то заставить сделать так, чтобы вы проголосовали за нужную партию. Вы просто делайте хитро. Если вы не хотите идти на конфронтацию, да? Если вы не хотите. Да, да, говорите проголосуемые. Идите на избирательные участки. Но когда вы заходите в кабину, никто же вас не видит. Ставьте галочку там, где душа ваша ляжет. Тут только не за партию, Нуратан, прошу. Но если уж там руководство скажет, сделайте снимок, отправьте по WhatsApp, что вы за Нуратан. Если вы уж не можете отказать, ну прям не можете отказать, ну сделайте, хорошо, галочку, сделайте снимок, сделали, отправили по WhatsApp, но потом-то вы можете еще одну галочку поставить напротив другой партии, напротив всех партий, перечихнуть и всех, к черту матери. А потом кинуть этот бюллетень туда, в избирательную урну, никто знать не будет. По WhatsApp вы выслали, что да, мы проголосовали, как вы сказали. И зарплаты ваши сохранятся, все, не будут вас тревожить они. Но по большому счету, по большому счету, я вам скажу так, вы можете послать тех, кто вас будет нагинать. Потому что действия незаконны, потому что они вам ничего в итоге не скажут. Они могут там попугать, там говорить там еще что-то, зарплаты там, какой-то там премии, вот будут лишим. Понимаете? Но это все будет незаконно. Но вы можете, если вы уж не можете, превозможен, не можете противостоять этому. Просто вот идите на хитрости. Эту систему можно обойти. Понимаете? Эту систему можно обойти. И, играя на ихнем поле, выиграть. Пускай даже правила на их стороне, которые они придумали для себя, для того, чтобы сделать все возможное, в случае, если... Чего все равно выиграть. Вот. Но выиграть они могут в том случае, если Норрот реально проголосует за партию Норротан, а наблюдатели это зафиксируют. Но этого не может быть, потому что партия Норротан потеряла доверие. Мы это видели в 19-м году, как голосовали за Амиржана Касанова и сегодняшнего президента Казахстана Касым Такаева, Касым Жамар Такаева. В общем, что думаете по поводу больших трат бюджетных на содержание этих партий никчемных и на содержание этих никчемных депутатов? Конечно, вопрос глупый, наивный. Сейчас будете материться, ну и правильно делаете. Материтесь! В общем, вот такие дела. У кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно, будет дискутировать на данную тему. И всем пока!